МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новое поколение, да? Если посмотрите за моей спиной, то участники – это как раз наше новое поколение, правильно? Как говорит нам Владимир Владимирович Путин, что Россия должна в течение ближайших 30 лет совершить экономический прорыв. С кем мы его будем совершать? Вот с этим новым поколением. Вот как раз цель этого конкурса, на мой взгляд, вот этих вот юных исследователей, изобретателей, инженеров вырастить, чтобы Россия действительно могла стать могучей державой, действительно могла совершить этот экономический прорыв. Проводящийся в 12-й раз конкурс вызывает интерес не только у узкого круга специалистов, но и у властей и инвесторов. Например, идеи проекта победителя прошлого года, центральной темой которого было возрождение парка дружбы народов, сейчас используется при его восстановлении. Оценивает проекты компетентной жюри, куда входит цвет ульяновской интеллигенции и профессуры. Мы сегодня увидим, услышим, мы порадуемся. Они поделятся своими интересными мыслями, своими инновациями. Это так важно, так здорово, что наш Дом творчества проводит такие мероприятия. Это дает возможность ребятам и города Ульяновска, и области представить свои проекты, раскрыть свои возможности, свой творческий потенциал и реализовать их. Кстати, лучшие работы будут рекомендованы к участию во всероссийском конкурсе «Горизонт открытий в Москве». Перед этим участники защищают свои проекты. Техника, здоровый образ жизни, традиции, юным умам подвластно все, и разработкой собственных идей они занимаются с подчас невозможным для взрослых энтузиазмом. Тема моего исследования – путешествие из России в Японию. Объект исследования – человек-долгожитель, предмет влияния правильного питания на жизнь человека. То есть наша работа связана с изучением продолжительности жизни. Мы изучили, почему в Японии много долгожителей, хотели бы узнать, а сколько долгожителей в России и у нас, в Ульяновске, и почему там люди долго живут. Источники знаний совершенно разные – от личного общения до штудирования академических изданий. Я люблю заниматься шитьем и рукоделием. Меня заинтересовал этот вопрос очень сильно. Также можно это сейчас носить на повседневную носку, почему бы и нет, как бы и красиво, и приятно. А людям донести цель, какие раньше были костюмы и как раньше вообще все это происходило. Сейчас у нас все по-разному, разные бренды, а раньше было все однотипно и очень красиво смотрелось. После защиты проектов лучших из лучших наградят памятными призами и дипломами. Желающие ознакомиться с проектами сегодня и завтра могут это сделать в стенах дворца. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.